всем привет дорогие друзья решил я рассказать про свою рацию спать попросили меня рассказать итак начнем ради очка у меня мегаджет 400 включил вот рация обычная ничем не особо таких наворотов нету автоматически шумодава нету с одной стороны это хорошо то есть он хорошо помехи гасит с другой стороны мне это не нравится что постоянно приходится крутить настройку настройку шумоподавления пороговый шумодав в некоторых случаях это не очень удобно что видишь он у тебя начинает шипеть сам по себе но как говорят что пороговый шумодав на ам частоте он гораздо лучше рация обычная амфм переключения сканер это не помню что это не знаю половина кнопок не пользуюсь 9 канал экстренный по моему крутилка переключения каналов громкость она же включение выключение рации то есть накрутил выкрутил и тангета тангета идет с кнопками переключения каналов то есть выше ниже куда хочешь туда тыкаешь переключаешь купила себе выносной динамик глуховат немного поэтому поэтому купил динамик чтобы лучше слышала слышимость была рация подключена от образователя 12 с 24 на 12 в принципе преобразователь стоит по российский какой-то российского производства очень очень хорошо показывать не создают принципе лишних каких помех по антенне антенна у меня стоит сейчас я посмотрю какое название не помню провод протянут под панелью и выходит он вернует не выходит он вот сюда уходит где провода поднимается по резиночке и выходит антенна антенна лимовская антенна обычная регулируется она регулируется на винтиком ниже выше самое геморрой с этими антеннами это то что у них здесь вот обвинивает масса минус приходится перепаивать уже два или три раза перепаивать когда отгнивает масса когда рация начинает понять и теперь сейчас расскажу про маленький лайфхак как как сделать как проверить на работоспособность антенну значит как берете отключаете массовый провод то есть минусовой провод от рации и она должна работать если вы отключили минусовой провод значит значит у вас раз значит у вас масса на антенне отгнила и поэтому может плохо принимать вернее даже не может она и будет плохо принимать то есть нету основания у антенны вот в принципе так то все рация говорю самая простая еще еще что хотелось сказать по поводу антенного провода антенный провод если он у вас длинный ни в коем случае нельзя сматывать ровными кругами иначе будут помехи его надо как-то то есть один круг так второй круг так грубо говоря там разными главное чтобы они были неровные круги вот иначе будут тоже помехи возникать и нельзя антенна проводить рядом с динамики с динамиками но у меня в принципе нормальное расстояние от провода от антенного и фонить она не фонит в общем так спасибо за просмотр ребят на следующем видео я расскажу